Солнце-луч скользнул по стенке. Из песни слов не выкинешь. Все совпадения имен и событий являются вымышленными и никаких действительных истоков не имеют. Замечательный скрипач, барабанщик, вокалист и композитор Боря Кочет попал в армию практически случайно, можно сказать, на спор. Подробностей не знаю. Слышал только, что он, кажется, объявил друзьям по ансамблю, что его, дескать, ни за что не возьмут. А если возьмут, то с него бутылка, понятно чего. Друзья радостно согласились и отправились в местный военкомат, гордо неся в руках повестку. Радостных друзей встретила не менее радостная медкомиссия с возгласами «А, вот-то вас мы и ждали!» И Боря загремел. Обескураженный Боря напоследок выскрип из кармана все, что выскребалось, набралось как раз под расчет. А на бутерброды с килькой скинулись уже без его участия и принялись разливать и решать под это дело, кем же Борю заменить. Аж на два года. Ансамбль «Апрель» был в те преснопамятные времена уже столь популярен в стране, что гастроли и концерты его были расписаны на несколько месяцев вперед. Популярность ансамбля и, соответственно, Бориса сослужила ему добрую службу. И был он отправлен в учебную часть совсем недалеко от родного города, где стал, как и на гражданке, солистом, скрипачем и барабанщиком военного ансамбля «Звездочка» при местном доме офицеров. Подробности армейского быта Бориса Кочета упущу, ибо речь пойдет лишь об одном, но весьма значимом эпизоде. Как-то Андрюха Макарский притащил в ансамбль замечательную песню, в которой были такие слова. Солнце луч скользнул по стенке, и вставать немного лень. Заблестят в траве росинки. Здравствуй, здравствуй, новый день! Ветерок шуршит травою, и целуются листы, Как мы счастливы с тобою, Этим утром я и ты. Мелодия песни была красива, романтична, но проста и незатейлива. Сразу всем понравилось, и ансамбль с энтузиазмом приступил к разучиванию. В скорости песня вошла в репертуар и стала шлягером, без которого не обходилось ни одно выступление. И вот на концерте в автотранспортном предприятии Случился этот самый шибко значимый эпизод. Серечь казус. Кто-то из работников предприятия, а может быть даже дирекция, Сочувствуя тяжелой солдатской судьбине, Приволок за кулисы ящик водки. Не верите? А это именно так и было. И тому есть свидетели, готовые присягнуть, Что все мной изложенное, правда, без малейшего даже приукрашивания. Ящик водки, Представший взором удивленной и обрадованной кучки солдат срочной службы, Был немедленно вскрыт. И когда начался концерт, некоторые из ансамблистов уже находились в состоянии столь приподнятом, Что приподняться и переместиться на сцену сочли задачей практически невыполнимой. Ну, впрочем, пока занавес был закрыт, им удалось занять свои места, хотя и не без дополнительных усилий. Должен заметить, к чести танцоров, в ансамбле была и хореографическая группа, Что они стояли стойко, как броня боевой машины пехоты. Настолько стойко, что к ящику устремились уже по окончании выступления. А он в это время уже был практически пуст. И вот в середине выступления дело дошло до шлягеров, Самый убойный, из которых я и уже упоминал. Боря Кочет, до этого сидевший за ударной установкой, Устремил ясные очи в зал. Отложил в сторону свои барабанные палочки, Слегка промахнувшись мимо стула. И осторожно, как стакан, который боялся расплескать, Прижал к молодецкой груди скрипку И двинулся к микрофону на авансцену. Все, находившиеся за кулисами, С напряженным вниманием следили за его степенным перемещением. Шел Борис долго. Так долго, что, кажется, даже устал, Потому что, подойдя к микрофону, Взялся за стойку, желая обрести долгожданную опору. Обретя опору, он поднял скрипку, Приладил ее, как положено, Вскинул смычок, Коснулся струн, И полилась мелодия. Несмотря на действия находящихся в ящике за кулисами напитков, Играл Борис прелестно. Однако инструментальное вступление инструментальным вступлением, А дальше нужно было петь слова. Вдохновленный тем, что сыграть у него получилось как никогда замечательно, Борис, чуть отстранившись от микрофона, Я просветленным взааром посмотрел за кулисы и чистым своим высоким голосом выдал. Солнцелуч скользнул по стенке и пропал за поворот. Заблестят в траве коленки. Здравствуй, по Новый год! Тут чуткие зрители могли слышать грохот. Это за кулисами происходило стремительное перемещение тел Из положения вертикального в положение лежа. Поскольку вспомнить слова второй части куплета у Бориса, Несмотря на титанические усилия, не получилось, То он продолжил, повторив первые строки. Солнцелуч скользнул по стенке и пропал за поворот. Хорошо нам встать у стенки и заплакать в Новый год. Вот тут грохот услышали не только чуткие зрители, но и весь зал, Приняв его, вероятно, за шумовые эффекты. Можете не верить, но финальные аккорды песни буквально потонули в аплодисментах. Такого успеха никто, в том числе и Борис, не переживал нигде и никогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!